SCP-130. Почтовое отделение. Объект номер SCP-130. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. SCP-130 должен обслуживаться дважды в сутки, за полчаса перед рассветом и закатом, 12 членами персонала класса D, 6 охранниками с уровнем допуска 2-130 и одним исследователем с уровнем допуска 3-130. Весь персонал должен быть одет в почтовую форму и состоять только из людей европеоидной расы. В перерывах между обслуживанием в приемной должны дежурить двое агентов охраны. Еще двое должны патрулировать здание снаружи. Агентам не рекомендуется препятствовать вхождению посетителей в приемную. Им следует только предупредить МОК Альфа-4 в Пониэкспресс, чтобы та была готова перехватить получивших письмо или посылку. Дважды в сутки на складе писем появляются тюки с почтовыми отправлениями SCP-130-02. Посылки из тюков должны быть рассортированы обслуживающим персоналом в униформе по сумкам в правильном порядке, а затем помещены в транспорт, имеющий логотип почты для отправки в участок. В случае, если в отправлениях обнаружатся письма на следующие адреса, необходимо следовать процедуру Franklin-16, описанной в приложении 130-2. Прочие письма проверяются на наличие предметов, представляющих возможный интерес, как предписано стандартной процедурой. В ящик для исходящих писем не должны попадать никакие предметы, иначе чем с соответствующего приказания О5-1. Для таких случаев предусмотрено дополнение к протоколу Franklin-17. Если кто-то из посетителей попытается опустить в ящик корреспонденцию, им следует разрешить это, но сразу по окончании перехватить силами мобильной опергруппы Альфа-4 для проведения допроса. Следует пересмотреть записи камер наблюдений этого происшествия. Далее все последующие тюки с почтой необходимо просматривать на наличие отправленного письма, а также проверить, не было ли его среди ранее прибывших. Описание. SCP-130 представляет собой отделение почты в Южная Африка, построенное в 1800. SCP-130 был закрыт в 1900 и стояло заброшенным. Здание находится в прекрасном состоянии для своего возраста и противостоит обвешанию без человеческого вмешательства, в том числе путем небольшого самовосстановления. Согласно договору с Южноафриканским правительством, SCP-130 получила статус исторической достопримечательности. Пять раз в неделю на восходе и закате на почтовом складе здания появляются несколько тюков коробок. Эти объекты, обозначенные как SCP-130-2, появляются только в будние дни, когда те не выпадают на праздник, в который почтовые отделения не работают. Со всеми входящими посылками следует обращаться согласно описанным выше особым условиям содержания. В операционном зале отделения за абонентскими ящиками есть приемник для исходящих писем. В него может поместиться предмет, имеющий габарит до 40 см в ширину и до 6 в высоту, неограниченный, судя по всему, длины. После помещения в приемник отправление исчезает, чтобы однажды появиться в одном из вновь прибывших тюков. Конечно, в том случае, если оно уже было среди тех, что приходили до этого. Приложение 130-1. SCP-130 привлекло внимание организации в 1900 году, когда на письмах и посылках стал появляться штамп этого отделения. Такие посылки появлялись на почтах по всему миру. На посылках было наклеено нужное количество марок для доставки, местной и международной, в зависимости от типа посылок. Тем не менее, большая их часть не была доставлена по назначению из-за адресов, переставших существовать, или получателей, сменивших место жительства. Таким образом, оседая мертвым грузом на почтовых складах, агенты организации обратили внимание на необычный штемпель. После чего мобильно-оперативная группа Альфа-4 отправилась за разъяснениями. Группа Альфа-4 прибыла в ***, где обнаружила город, почти полностью заброшенный людьми десятилетия назад. Почтовое отделение городка находилось в отличном состоянии, не просто хорошо сохранившемся, но очень чистом. Пока группа занималась исследованиями, на складе появлялись тюки с письмами. Агенты, заглянувшие в них, обнаружили множество писем, бандеролей и посылок. Все с текущей датой и почтовым штемпелем брошенного отделения. Агент попытался открыть одно из писем. Результатом чего стало полное исчезновение агента из зоны видимости. Шесть дней спустя на адрес зоны пришла почтовая посылка. Внутри посылки обнаружился агент и запечатанный конверт с доплатной маркой. В тыловой части агента были обнаружены вытатуированные печати, вернуть отправителю и дополнительный сбор. А сам агент находился в состоянии комы до тех пор, пока возвратная марка с необходимой доплатой не была помещена в ящик для исходящих писем. В SCP-130. После чего агент пришел в сознание, но не помнил ничего о событиях, последовавших за его исчезновением. Схожие эпизоды происходили в тех случаях, когда персонал организации пытался изъять появляющиеся письма. Как-либо их повредить или причинить ущерб самому отделению почты. Дальнейшее исследование заключается в соблюдении текущих условий содержания, которыми персоналу класса D предписывается одеться в почтовую форму образца 1900 и заниматься сортировкой писем по мере их поступления. Отсортированные и помещенные в фирменный грузовик письма могут быть вывезены за пределы здания без наступления нежелательных последствий. Если же письма не трогать, они через некоторое время исчезают сами, появляясь затем на участках всего мира, чтобы быть отправленными по назначению. Приложение 130-2. Проверив почтовую пересылку за последние... лет, исследователи обнаружили следующие закономерности. Более чем... процентов всех писем вполне обычны, если не считать наклеенные на них марки. Исключение представляют письма, которые по очевидным причинам никогда не посылались, а также письма, сместившиеся во времени. Первые следует уничтожить, чтобы они случайно не раскрыли существование SCP-130. Вторые следует изучать и сообщать о результатах удаленного. Письма, адресованные персоналу или участкам организации, следует направлять в участок, где их досмотрит департамент по... Сообщение нужно относить к проекту... в зависимости от решения вышестоящего руководства. Процедура Franklin-16 в случае обнаружения отправления на имя удалено. Такое письмо необходимо поместить в сумку, соблюдая все меры предосторожности, и доставить в кабинет ближайшего управляющего, имеющего допуск уровня 5-130. Доставленное письмо необходимо проверить на наличие взрывчатки, химической, биологической, меметической и удалено угрозы. После осмотра письмо следует вскрыть и оценить возможный ущерб от вскрытия. Несмотря на то, что не было найдено новых артефактов, требующих особого содержания, нельзя исключить появление таковых в будущем. Письма, перехваченные отделением, зачастую являются важными звеньями в цепочке событий и потому требуют бережного к себе отношения, чтобы уменьшить возможность влияния на ход истории. Следует тщательно взвешивать опасность использования информации, способной повлиять на текущие события. Применение полученной от SCP-130 информации для каких-либо целей требует поддержки двух третей высшего руководства во время голосования. Образцы перехваченных сообщений хранятся в документе 130-1 и требуют четвертого уровня допуска для прочтения. Письма, в которых содержится кодовая фраза «удалено», следует немедленно доставлять после осмотра, не отправляя на прочтение контролёру с допуском 5-130. После отправки кодовая фраза считается устаревшей и, будучи встреченной повторно, не влияет на процесс обработки почты. Процедура Франклин-17. Все исходящие сообщения следует отправлять вместе с текущей корреспонденцией, как обычно, но при этом помечать кодовые фразы «удалено». Отправленное письмо заносится в базу данных, а затем проверяется на предмет присутствия в ранее полученных пересылках, чтобы убедиться, что оно осталось в своем времени. Если после отправки письма получатель обнаружит уведомление с доплатной маркой, требуемая плата в запечатанном конверте должна быть помещена в приемник для исходящих писем. К оплате принимаются следующие виды валют – ранды, евро и… Использование поддельных денег приводит к фатальной реакции со стороны SCP-130. Отправка писем становится невозможной до уплаты дополнительно наложенной пени. Приложение 130-3. После окончания апартеида SCP-130 перестало требовать отсутствия темнокожего персонала среди служащих. В происшествии 130-6-1900 посылка на имя прибыла по адресу почтового отделения на участке доктора. Исполняющий обязанности исследователя на объекте SCP-130 положил посылку в почтовый приемник и стал ждать. Спустя минут неизвестный, идентифицированный как, вошел в приемное отделение. У него был немножко озадаченный вид. Он проследовал к коробке, от его прикосновения запертая коробка открылась. После чего у него на лице появилось сильное удивление, поскольку внутри он обнаружил посылку на свое имя. Группа Альфа-4, дежурившая на объекте, была отправлена на расследование. И как только субъект скрылся из зоны видимости SCP-130, допросила его. По словам допрошенного, в его планы не входило посещение. Но когда он проезжал неподалеку, то почувствовал неожиданное желание съездить туда, чтобы навестить живущую поблизости семью. Во время открытия посылки удалено. Субъекту был назначен амнезиак класса А, и после проведения внушения он был отпущен. Документ 130-1. Описание сути некоторых экземпляров SCP-130-2. К настоящему времени около. Экземпляров SCP-130-2 попало под действие процедуры Franklin-16. Все объекты, за некоторым исключением, были досмотрены специальным отделом. Ниже приведен краткий перечень отобранных посланий, адресованных персонам, представляющим особый интерес, как внутри организации, так и вне ее. Доктор М.Е. Уровень допуска 5-130. Формат. Адресат. Описание. Примечание. Адресат доктор Альто Клев. Описание. К настоящему времени доктор Клев получил на свое имя посылок различной формы, где были использованы корректные кодовые фразы процедуры Franklin-16. Во всех посылках каждый раз обнаруживались различные приспособления для умерщвления доброго доктора, сопровождающихся злорадными комментариями, воззваниями к правосудию или порой извинениями. Примечание. После смертей и причинения ущерба имуществу организации, оценивающимся в долларах США, приказом О5-5, все послания на имя доктора Клева должны проходить осмотр и открываться удаленно. Согласно протоколу Хазмат-3, после случая имевшего место 2000, переносить досмотренное письмо и находиться к нему ближе, чем на 50 метров, разрешается только сотрудникам класса D. Адресат. Доктор Агат Райтс. Описание. Доктор Райтс получила множество поздравительных открыток на дни рождения, юбилеи и такие праздники, как, например, День Матери, От и Примечание. Поскольку удалено, все подобные поздравления должны сжигаться. О их существовании доктору Райтс нельзя сообщать ни при каких обстоятельствах. Адресат. Доктор Кинг. Описание. После лет. Каждый праздник древонасаждения доктору Кингу приходят посылки с яблочными продуктами. Например, такими, как яблочные семечки бренди Сидор. 26 сентября каждого года биография известного американского миссионера Джона Чампа, больше известного как Джонни Яблочко. Примечание. Боже, чем этот парень не угодил SCP-130? Не думаю, что он хоть когда-либо был вообще в Южной Африке.